Добрый день, дорогие мои коллеги, уважаемые! Всем ли хорошо слышно? Поставьте традиционные плюсики в чат. Ну так, буквально парочку, чтобы я понимала, что и видео, и звук у нас с вами работают отлично. Спасибо, спасибо. Ну что ж, начну с поздравлений, с наступившим Новым Годом. И благодарю вас, что свой первый рабочий день вы смогли запланировать встречу с нашим издательством. Несколько слов о сегодняшней встрече. В 2020-2021 учебном году мы внесли в плотный вебинарный график 9 очень важных для нас встреч. Это встречи с авторами нашего издательства. Конечно, авторов много. И предложение выступить на вебинаре поступило не всем. И тем ценнее те люди, которые уделили нам свое время и согласились все-таки выступать. Сегодня нас с вами ожидает удивительный час. Я видела много коллег из Санкт-Петербурга, и это будет им особенно близко. Сегодня мы встречаемся с Олегом Борисовичем Островским. Ну что сказать? Скажу сначала такие общие вещи. Кандидат педагогических, доктор исторических наук, куратор подготовки бакалавров и магистров по специальности историческое краеведение, автор интереснейших книг по истории и художественной культуре Санкт-Петербурга – это все Олег Борисович Островский. Я уверена, что сегодняшняя наша встреча коснется, разумеется, коснется и книг, которые выпустило наше издательство. В 2019 и 2020 году небольшая моя презентация, следом будет презентация Олега Борисовича. Я покажу эти книги, которые вышли в нашем издательстве. Это книга «Александр I. Русская художественная культура». Могу вам даже ее продемонстрировать в печатном виде. Это потрясающе иллюстрированные издания. И пару слов о нем. Эта книга была выпущена вслед за изданием «Грантовским». Настолько цена вот эта информация, которая была в «Гранте», что мы решили выпустить вдогонку дополненное издание этой книги. Ее можно приобрести у нас на сайте, и она доступна в ВБС. И еще одна книга, которую мы выпустили в 2020 году. Вот, пожалуйста, посмотрите на презентацию. Вы ее презентацию сможете скачать и себе оставить. Визуальное исполнение этих книг. Это совсем свежая книга «Художественная культура Санкт-Петербурга XVIII века». Тоже могу продемонстрировать ее. Вот, пожалуйста. Совершенно потрясающе. Это моя последняя любовь. Пару слов буквально о них. Все эти книги – это иллюстрированные издания, и иначе быть и не может. Но подробнее об этих книгах и о культуре, и об истории расскажет сам автор. Друзья, встречайте, пожалуйста, Островский Олег Борисович. Олег Борисович, я приглашаю к вещанию. Спасибо, Анна Ивановна, за добрые слова. Спасибо вам огромное. Передаю вам слово. Да, передаю вам слово. Коллеги, наслаждайтесь. Я к вам вернусь чуть поп... Слышно меня? Видно? Видимо, надо представить книгу «Художественная культура Санкт-Петербурга». Это популярное расширенное переложение курса лекций, который я лет 20 читаю для студентов-краеведов. Собственно, книга разделена, состоит из трёх частей. Соответственно, с преобладающими художественными системами эпохи. Первая часть называется «Петербургская культура. Эпохи преобладания барокко». Сейчас, да... Да... Вот глава первая. Там рассматриваются исторические условия развития художественной культуры в Петровскую эпоху. Три важнейших процесса эпохи. Просвещение, обмерщение духовной жизни и регламентация. Дается анализ художественных систем европейского искусства второй половины 17-го, начала 18-го века. И общая характеристика художественных пристрастий и вкусов Петра Великого. Вторая глава. В ней рассматривается художественное явление Петровская барокко. Даются характеристики важнейших главным архитекторам Доминика Трезини, Джану Батисту Леблону, общим архитектурным тенденциям. В ней рассматривается скульптура, живопись, графика, литература, театр и музыка Петровской эпохи. А в заключении дается справка об отражении Петровского Петербурга в последующем русском искусстве. Третья глава посвящена переходному периоду 1725-го-41-го годов. Там даются условия развития культуры в это время, характеристики крупнейшим деятелям, отех Кантемир, Петр Михайлович Еропкин, Третьяковский. В ней рассматривается феномен так называемого переходного или анинского барокко, театральная и музыкальная жизни этого времени. В четвертой главе «Высокая барокко». Дается характеристика художественным вкусом Елизаветы Петровны, рассматриваются условия высшего расцвета барокко, оценка творчества Франческо Бартоломео Растрелли, показывается барочная живопись, феномен Елизаветинского рококо, отдельный раздел посвящен русскому фарфору, и в заключении обзор отражения Елизаветинского Петербурга в русском искусстве Серебряного века. Это первая часть, посвященная барокко. Часть вторая. Петербургская культура эпохи просвещения. Конечно, не все эпохи просвещения, а только, в общем-то, двух его этапов. Вот первая глава в этой части, первый этап российского просвещения, который датируется второй половиной 17 века, 1761 годом. Собственно говоря, здесь ставится проблема в своё время Академик Лихачёв утверждал, что поскольку Россия не прошла эпоху возрождения, в этом её особенность культурного развития, то вот эту функцию возрождения выполнила русская барокко. Вот я с этим не согласен, и показываю здесь, что функцию возрождения в нашей отечественной культуре выполнила не барокко, а именно российское просвещение, эпоху просвещения. Здесь показаны плоды просвещения с 17 до середины 18 века. Отдельный раздел посвящен величайшему меценату Ивану Ивановичу Шувалову и созданной им Академией трёх знатнейших искусств. Рассматриваются идеи просвещения в изобразительном искусстве этого времени и показан процесс рождения русского театра, что, на мой взгляд, как ни странно актуально, потому что я помню в 2006 год, когда праздновали 250-летие основания русского театра, и тогда поздравление президента принимал Виталий Соломин. Мне до сих пор загадка, какое отношение вообще Соломин и его театр имеют к основанию русского театра, который, по большому счёту, был основан в Ярославле, а поскольку в Петербурге решили, что Ярославлю не по рангу такая честь, то, считаю, 1956 год основания русского театра именно в Петербурге. Сейчас, минуточку. Это вот первая глава в этой части. Вторая глава полностью посвящена Михаилу Васильевичу Ломоносову как крупнейшему титану эпохи просвещения. Здесь раскрывается его, естественно, научная картина мира, предложенная им, его выдающаяся просветительская деятельность, показаны исторические заслуги, вернее, заслуги Ломоносова в развитии исторической науки, его опыты по созданию промышленного производства стекла и мозаики, и великий вклад в литературу, и в конце анализируется его поэзия. Глава третья посвящена Екатерине Второй, так сказать, просветительнице. Здесь показана условность этого определения, и отмечаются заслуги императрицы. Это, прежде всего, основание Эрмитажа, ну, а далее показана ее литературная деятельность, драматургическая деятельность, и в заключение об отношении Екатерины Второй к представителям предыдущего, к лучшим представителям предыдущего периода российского просвещения, Ломоносову, Сумарокову и Тридьяковскому. Сейчас, минуточку. Следующая глава. Здесь рассматривается второй этап российского просвещения 1762-1789 годы. Прежде всего, я попытался показать ментальность этой эпохи, дух просвещения. Отдельный раздел посвящен роли Москвы в культурной жизни России этого времени. Говорится о таком явлении, как масонство, его культурно-просветительский вклад. Далее сравнивается с радикально-демократическим направлением в российском просвещении, крупнейшим представителем которого был Радищев. Здесь же говорится о завершении процесса регламентации в театральном искусстве и рассматривается музыкальная жизнь и музыкальный театр. пятая глава посвящена петербургскому классицизму. Отдельная глава архитектуре. Там говорится о причинах расцвета художественной системы классицизм, об общих тенденциях градостроения этого времени. И рассматривается на конкретных примерах архитектура раннего классицизма и строгий классицизм, так называемое аполлодианство. Глава шестая посвящена классицизму в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Рассматривается творчество скульпторов-классицистов Чедрина, Рошетта, Михаила Ивановича Козловского, декоративно-прикладное искусство и живопись. В следующей главе дается анализ литературы, театра и драматургии. А в заключение о культурно-историческом значении художественной системы классицизм, поскольку ее возрождение было неизбежно в сталинскую эпоху. И там обосновывается, почему это произошло и что общего между сталинским режимом и режимом Екатерины II. И последняя глава этой части посвящена художественной системе просветительский реализм. Здесь говорится о принципах просветительского реализма в русском и европейском искусстве. Дается обзор русской литературы реалистической этого времени. Особенно делается акцент на творчестве Дениса Ивановича Фанвизина. Также рассматривается театр и музыка, реалистический портрет, жанровая живопись и пейзаж. И особо выделен Федот Иван Шубин. А в заключении говорится о культурно-историческом значении просветительского реализма. Третья часть Петербургский предромантизм. Первая глава посвящена зарождению предромантизма в Екатерининскую эпоху в рамках господствующей эстетики классицизма. Рассматривается предромантическое мироощущение, поэзия. Особо выделяется раннее творчество Николая Михайловича Карамзина. Далее исследуется феномен пейзажного парка. Говорится о крупнейших архитекторах, в чьем творчество проявились предромантические черты. Это в Петербурге Фельдтон, а в Москве Баженов. И делается обзор художественных вкусов малого двора Павла Петровича и его супруги, поскольку именно этот малый двор был в данное время эпицентром предромантической эстетики. Показывается живопись и музыка предромантическая Екатерининской эпохи. Вторая глава посвящена духовной жизни Санкт-Петербурга в период правления Павла I. Дается характеристика романтическому императору, его эстетическим вкусам. Показана эволюция просвещения с 1789 года и при Павле. Собственно, это уже третий этап российского просвещения, предкризисный 1789-1815. Дается характеристика литературной жизни Павловского времени, театральной жизни. Показаны новые тенденции в драматургии и актерском искусстве. Музыкальная жизнь и музыкальный театр. Третья глава всецело посвящена изобразительному искусству. Здесь говорится о деятельности Императорской академии, Эрмитажа. И отдельно рассматривается ампирное направление в изобразительном искусстве, сентиментальное направление и реалистическая тенденция в искусстве Павловского времени. Последняя глава. Архитектурный облик Павловского Петербурга. Здесь говорится об эволюции и градостроении, о появлении первых предампирных тенденций. Рассматривается творчество Винченцо Бренне, Тамада Тамона, ранние Кваренги, Луиджи Русско, Андрей Никифорович Воронихин и в заключении Павловск, как крупнейший пейзажный парк 18 века. Ну, а вместо заключения, вместо всей научной залы, я предпочел рассказать о Большом каскаде Петергофа как символе, как символе преемственности эпох 18 и 19 века. Вот, собственно, всё, что я хотел сказать. Рассчитываю на ваши вопросы. Олег Борисович, есть вопрос во вкладке «Вопросы». Фёдор Константинович спрашивает, Олег Борисович, а как развивалась культурная жизнь Москвы в этот период? Москва утратила значение культурного центра? В эпоху Анны и Елизаветы Елизаветы, конечно, безусловно утратила. И там показаны примеры, как лучшие художники. Например, вот в главе театра, когда лучшие силы, художественные силы из Москвы уезжали в Петербург. Тут тот же процесс, что происходил с Петербургом в годы советской власти. Вот это было до середины правления Екатерины II. Но с основанием в Москве университета ситуация стала здорово и заметно меняться. И потому в Екатерининское время и благодаря деятельности университета, и благодаря деятельности Баженова, там, Московской комиссии, комиссии по строительству Санкт-Петербурга и Москвы, начинается грандиозное в Москве каменное строительство, от которого, в общем-то, мало чего осталось после пожара 1812 года. Но, тем не менее, ситуация начинает меняться и со временем эти тенденции возрастают. К концу XVIII века Москва превращается в такой центр художественной оппозиции. Вот об этом говорится в моей монографии про Александра I. как бы к концу XVIII века сложились такие отличительные особенности московской, петербургской ментальности. И Москва становится... Я уж не буду их там перечислять, но Москва становится, как её называли, отставная столица, становится центром ну, не политической, хотя Москва являлась центром масонского движения, а это движение оппозиционное во многом правящему режиму. И Москва становится центром культурной оппозиции. Если в Петербурге полностью преобладал классицизм на всех его этапах развития, ранний там строгий ампир и поздний кризисный, да, то Москва во всяком случае до середины правления Александра I являлась оплотом русского романтизма. Вот кратце. Я ответил, нет? Олег Борисович, и такой традиционный вопрос от меня. Скажите, пожалуйста, какие у вас творческие планы? Всё-таки вы пишете о таких исторических периодах, да, где, ну, сложно придумать что-то новое, но, конечно, если говорить о языке, которым это написано, это очень увлекательно, и, что называется, доступно, и мне это очень нравится. А есть ли какие-то планы по другим, ну, может быть, не публикациям, но каким-то творческим интересам? что вам ещё интересно, о чём бы хотелось написать? Ну, знаете, я лет уже 12 занимаюсь Николаем Первым, но концепции как не было, так и нет. Я всё копаю, да, складываю ящики, анализирую, но, как бы, если Александр Первый, он актёр на русском трензоне, как Ключевский говорил, то Николай Первый это актёр в Кубе, и его, да, как бы, вот, концептуально анализировать очень сложно. Конечно, отдельные статьи там я начинаю публиковать, но в целом пока концепции нет. Ну, действительно, когда тема настолько объёмна, тем более Николаевская, начинают с того, что рассматривают маленькими шажками какие-то узкие темы. Ну, в любом случае, мы ждём от вас, как вы говорите, концептуального Николая Первого. Очень ждём. Олег Борисович, а можете в двух словах рассказать о книге, ну, вот грантовская, которую мы выпускали, об Александре Первом. Потому что, вот, художественная культура Санкт-Петербурга, вы так довольно объёмно её показали. Я думаю, нашим слушателям даже структура этой книги уже понятна и очевидна. А вот, что касается Александра Первого, в чём уникальность этой книги? Ведь не просто так мы выиграли этот грант, да, не просто так эта книга дошла до всех библиотек нашей страны. В чём цимус этой книги был? Скажите, два слова буквально. Особенность в том, что я подошёл к художественной культуре как историк, соблюдая строгие хронологические рамки правления Александра Первого. Три периода. Так называемый либеральный курс 1801-1812, Отечественная война и заграничные походы 1812-1815 и периоды Рокчеевщины, как бы там меня не упрекали за этот термин, но я как историк обязан называть явления теми терминами, которые применялись в рассматриваемую эпоху. Потому для меня термин Рокчеевщина как бы не подлежит сомнению. Вот. И на всех этих трёх этапах рассматривается во-первых, эволюция художественных вкусов императора и членов императорской фамилии, деятельность государственных учреждений культуры, их не так много, это министерство просвещения, императорский эрмитаж, императорская академия художеств, дирекция императорских театров, эрмитаж, эрмитаж, вот, как бы, эволюция деятельности государственных учреждений с чётким, как бы, увязыванием с особенностями каждого периода правления Александра I. вот, вообще-то, как бы, мыслилось такое глобальное исследование, вот, вот эта часть историческая, то, что я говорю, влияние исторических условий, и не только государственных учреждений, но также приходящих факторов каждого периода, таких, как либеральный курс, посттельзитская политика, отечественная война 12-го года, движение декабристов, удушение российского просвещения властью, я специально не смягчаю этих терминов, помнится, я статью публиковал в одном ваковском журнале, удушение российского просвещения в 1815-1825 годах, мне сказали изменить название, и заставили изменить, вышла судьба российского просвещения, но, простите, судьба, это воля Божья, от людей не зависит, а удушение, а удушение это целенаправленная политика государства, потому я не стесняюсь резких терминов, потому что они отражают сущность явления, вот, если я ответил, вот вы очень интересно сказали, что вы посмотрели на культуру как историк, скажите, пожалуйста, а вот это, я думаю, что у вас в принципе вы смотрите Анна Ивановна, я прерву, дело в том, что перед этим вышла еще одна моя монография художественная культура Санкт-Петербурга 1801-1825 год эволюция художественных систем так звучала тема моей докторской диссертации, но дело в том, что эволюция художественных систем это тема не историческая, а искусствоведческая, и потому я из диссертации убрал все искусство Югения и вот в эту книжку вложил, вот, это вторая как бы дополняющая часть, там рассматривается эволюция художественных систем ампир романтизм и реализм на как бы в годы правления Александра I и там в общем в чем я особо вижу свою заслугу дело в том, что художественная система это не только искусство, но это еще и стиль жизни, ментальность определенная, ну, к примеру, Катенин пишет Грибоедову пиши как живешь и живи как пишешь, а Грибоедов отвечает пишу как и живу, свободно и свободно, вот это определенная ментальность, и там показаны этические принципы ампира, разные варианты ампирной этики, романтическая этика, варианты романтического поведения и прагматики, да, это реалисты, вот, причем образ жизни и ментальность не всегда соответствуют творчеству, например, Василий Андреевич Жуковский, он как бы в поэзии, ну, просто символ такого мягкого романтизма, да, а в жизни это был человек очень собранный, очень деловой, очень, да, такой, совершенно не вяжется с его поэзией, ну, вот, это, в общем-то, проблемы, вопросы искусствоведения, и потому я, как бы, их убрал, и частично, только они вошли в эту книгу про Александра I, очень немножко, но все биографии, как бы, биографические материалы, они остались вот в той книге, там характеристики художников, композиторов, живописцев и так далее. Ну, в общем, совершенно очевидно, что взгляд историка не мешает смотреть на художественную культуру, да, и передавать ее... А есть, а есть еще третий, третий аспект темы, это влияние на русскую культуру европейской культуры, и восприятие русской культуры на Западе, вот в это время. Но эта тема требует отдельного исследования на уровне докторской диссертации, потому что есть масса работ об отдельных там мастерах, там, Вольтер в России, или там, Байрон в России и так далее, но обобщающих трудов как не было, так и нет. Просто Анна Ивановна... Вот, кстати, коллеги, прошу прощения, Анна Ивановна, вопрос у нас был как раз вот к теме западных и отечественных специалистов. Какова роль иностранных специалистов и деятелей искусства в формировании культурной жизни Санкт-Петербурга? Возвращаясь к Санкт-Петербургу, вот такой вопрос у нас поступил, и мне интересно было бы еще от себя добавить к этому вопросу Олег Борисович, а вот в Вашей книге нашло ли отражение, может быть, было какое-то противостояние или наоборот, была какая-то синергия между западным подходом к искусству и западными специалистами и деятелями и нашими отечественными русскими? Как-то это в книге... Ну, если в Петровское время, к сожалению, преклонение перед иностранщиной, оно было отчасти оправданным, но только отчасти, но было, несомненно, чрезмерным. И все это продолжалось до Елизаветы Петровны. Елизавета первая, кто на любую должность, когда ей предлагали кандидатуру, она спрашивала, нельзя ли заменить русским? И соглашалась на иностранца только если не было адекватной замены. Вот. А в Екатерининскую эпоху русские иностранные мастера начинают уже в общем-то конкурировать на равных. Хотя при Александре первом иностранцы вообще, то есть, скажем, вот устав Академии Художеств, принятый Строгановым, там пункт пятый говорит о том, что при распределении государственных заказов на художественные работы преимущество имеют выпускники Императорской Академии Художеств. То есть, это уже протекционизм, что называется, в пользу наших отечественных мастеров. Но вот в книге про Александра там показано на основе архивных документов, что этот протекционизм не всегда был оправдан. Например, вот история с возведением скульптуры растральных колонн. Разумеется, их поручили русским мастерам, там 10 крупнейших мастеров того времени начинало работать, но они работали спустя рукава, диктовали свои условия, капризничали, и потому министр коммерции Румянцев провел торги, и на них анонимные проекты. И на этих торгах победили французы Камберлен и Тибо собственно анонимно, конкурс был анонимный, и их проект Академия, конечно, протестовала и потребовала проекты показать, а когда ей представили, то выяснилось, что буквально за три дня до этого она присвоила звание академика скульптору Камберлену за представленный им проект для биржи. Академия не поняла, что это за проект и присвоила ему звание. Вот такие были анекдотические вещи. В результате скульптура биржи обошлась казне примерно на треть дешевле, чем если бы это делали русские мастера. Но, к сожалению, не осуществилась мечта Детамона сделать всю скульптуру растральных колонн из чугуна. Камень пудожский, он, конечно, проигрывает в сравнении с чугунными растрами этих колонн, четкими, ясными, а скульптура, увы, размывается немножко. Вот это один из примеров. Хотя при Александре Первом и в деятельности Академии художеств и в оплате мастеров балета, театрального искусства иностранцы, хотя официально не имели уже преимуществ никаких, но получали они в разы больше, чем русские мастера. Как и сейчас, к сожалению. Да? Да, да. Ну что ж, Олег Борисович, если вопросов, ребята, больше нет, то низкий вам поклон за то, что согласились на эту встречу. Рада была попутешествовать из Москвы в Петербург, а теперь мы обратно возвращаемся в Москву. Друзья мои, с нами был Островский Олег Борисович, совершенно замечательный. Спасибо. Мы надеемся, что это наш не последний будет вебинар, и мы подготовим еще встречу, чтобы, ну, может быть, обсудить какие-то более узкие темы, и, разумеется, хотелось бы представить ваши новые книги. Также я напоминаю, что обо всех новинках мы обязательно рассказываем. Мало того, что мы их выкладываем сразу же на сайт издательства и в социальных сетях, ну, и, конечно же, я рассказываю каждый месяц о том, что новенького мы выпустили. Если вопросов нет, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Олег Борисович, огромное вам спасибо. Спасибо. С праздниками. Замечательный год начинается. Друзья, всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok